Благословенный Создатель неба и земли, благодарим тебя за мирное время, за благословение, которое ты даровал нам в храме. Помоги это сохранить. Посети обездоленных и по им присутствиям порадуй их, а нас то учи бить, друждающихся в нашей помощи, чтобы мы не были бесплодными перед тобой. Тебе слава за все, Отец Твою Святой Богу. Аминь. Вот вы пришли из храма. Некоторые размышления. Вот подходите ко Кресту, перед этим лежит икона, Евангелие. Кто как приходит. Вот у нас четко и определенно. Подходят по двое, как? Ну раз лежит в Евангелии, это ясно, что двое. Тут оно прям, даже не хотел бы, оно просится. Делается два поклона. Почему? У нас две святыни, тоже определенно вместе кланяются. И один целует, второй целует. И после этого делается третий поклон. И подходят к батюшке. В разнобой, как попало по одному. Почему? Я понимаю, там у Старобрестов там такой ритуал, один к одному, на север, на юг, они на все стороны. Они даже сами путаются. Здесь ничего нет, совершенно естественно. Вы друг у друга не учитесь. Вот это обливательное крещение, это мочение, это все друг о друга, как Булгаков писал в 1913 году еще. А одни от одних научаются, а книги не нужны. А это проще всего ладошкой по голове иди. Не учить ничего не надо. Да какая же это вера-то? Да любую возьми, самую негодную секту, она выше православия. Сидят, читают. У нас была у адвентистов. Она, где Любовь Николаевна-то? Вот такое, ладно, можно ее не трогать. Вот пошли к ним. Братья и сестры. Во-первых, братья и сестры никогда не должно говорить. И патриарх все говорят, братья и сестры. Ну на каждом шагу неправильно. Восемьдесят раз говорится, братья и не разу сестры. Что еще говорит-то? Двенадцать томов и она златоуста, тысяча раз братья и не разу сестры. А то какую голову надо иметь, чтобы не видеть и не понимать? Кому подражают-то? А как сестры обидятся? Тебе какое дело до того, как обидятся? Ты делай истину, а истина вырастет. Обращаясь к братьям, это братья и сестры. Сотворил их, мужчину и женщину. Где голова, там и тело. Корнилий, митрополит московский, мне попросил, прислал книгу, чтобы я рецензию дал на его книгу. «Сто проповедей митрополита Корнилий». Я ему это сделал замечание. И он сразу же ответил, учту, я как-то не задумывался. А задуматься надо. Ты считаешь, отпечатывай в мозгах, ну нельзя же, чтобы мимо прошло и не задело. Никогда нигде не говори, братья и сестры. А почему? Жены в церквах домолчат. Если ты обращаешься к ней, она имеет право сказать тебе в ответ. Ну меня батюшка спросил, вон из храма, и там дождись его. А потом скажи, батюшка, не искушай меня. Что вы не безите перед священниками-то? Им нужна какая помощь, чтобы хоть спастись? Ты вспомни только одну фразу Иоанна Златоуста. Большая часть священников погибает. Но их сколько священников? Тысяча. Большая часть, это больше половины в аду будут. Тебе нравится это? Почему вы их не любите? Чего вы горбатитесь перед ними? Это самое уязвимое сословие на земле. И вот только батюшка, батюшка, на каждом шагу. Ты пришла, помолилась, воздала счастье, заплатила десятину и молись теперь о нем. До свидания. Пошла на исповедь. Это не Бог перед вами, обыкновенный грешный человек. Я какие-то новости вам сообщаю или что-то. Вы откройте настольную книгу священнослужителей, третий том. 601 страница. Ас, грешный Серафим. Он пишет, я три дня, три ночи молился. Не молитва, не просто, Господи помилуй, а цели направлены. О русском священстве и архиереях. И о царе ни о ком не молился. Три дня и ночи. Зачем он молился о них? Ему делать больше нечего, старику было. Значит, он чувствовал, что-то жгет его. Жжет. И молился. И просил лучше меня наказать, чем их. Ни ответа, ни привета. И вдруг Бог заговорил. Вот это для меня загадка. Как заговорил? У Давыда, считай, в тутовых деревьях ветер поднялся. Еще что-то. Заговорил. И дальше двоеточая прямая речь. Или что, это выдумки какие-то? Жития по боку? Это не видения какие-то. И Бог сказал, не пощажу. И не помилую. Восвязательный знак. Вдумайтесь, священники перед ним, перед которыми мы ходили. И вдруг он в аду. И не один, а больше половины. Большая часть священников погибает. Святой Иоанн Златоуст. Он еще слепой был, не видел. За Босфор поехал. Четыреста священников сразу снял только. Совершенно не соответствует. Чтобы не идти в армию, в одной такой деревне, там, кажется, 60 священников рукоположили. Ну, маленько гляньте на этот мир, который закончится и будет судим по Слову Божию. Священник прочитал Иоанн Златоуст. Прекрасно. Но у нас сегодняшний вопрос стоит. А почему? Господи, а за что? А дальше дал и причину. Вымыслами человеческими заменили слово мое. Мою истину. А то в каждом храме везде. Ну, просто давай. Мы приветствуемся. Вот брат приехал. Я с ним поцеловался. Ну, а как поцеловаться? Вы не видели, как целуется? Ну, щеками там потерлись друг от друга или как-то. Как целуется? Целование. Ну, мы поцеловались. Вот он здесь. Вот, а дорогой мой брат, он крещен. Поцеловались. А ты икона. Дальше-то зачем лбом бьете? Ну, я сейчас долбану его, и где он будет? Поцеловал его. Вы походите, и ребенку тоже даете. Где вы это набрались-то? В храме. Вы сами не знали-то. Мы целуем, чтим иконы. Где это видно, что был бомб? Ты еще ума прибавил? Ты остатки вытрясла там. Канон придумали, а прибавление ума. Там 14 тысяч экземпляров. Я хоть один сделался умнее? Нет. А ведь врут на каждом шагу. Амроси, Архимандрит, Юрасов. Ну уж, кажется, дальше-то крепится, по-моему, будет-то. Братья, я не понимаю, хожу в храм. А ты ходи, и вот как-то постепенно будешь понимать. Почему не рассуждают так в иностранных языках? Ты ходи, и как-то будешь понимать. Нет. Глаголы, предложения, все надо знать, где и причастие. Как учат русский язык? Одна фальша. Обман. А ни один лжев в царстве Божий не войдет. Вот и все. Мы побыли в храме. А что выезд? А ты видишь, священник пошел кодить. И вот вижу, завертели. Чего крутишься-то? К привычкам. Зачем привычкам? Священник идет кодить не людей. Не стен, а иконы. У иконы, у него написано, идет кождение икон. Ты-то при чем, икона, что ли, крутишься-то? Я ничего не прибавляю. Кроме того, его разворачивают раз, пошел, батюшка второй раз. И видно, что охота прям вот стоит уже, надо трясется. Стой на месте. Так что дальше? Ну, повернулся. Так, а-то Дух Святой идет, и стоят, лещут руками. Дух Святой сойди. Вот они где скопцы-то. Секта такая. Они скачут дома по обращению. Главное, в кадушке сидит и плещет им Духа Святого. Так это православие сегодняшнее. Это только то, что мы, я сейчас видел, люди пришедшие, ходят всю жизнь в храм. Ну, прочитай у нас, какие вот правила. Прям заходишь, притворит, ты прочитай, посмотри, какие они благоговейные. Почему святые говорили? И он приходил в храм первый, и уходил в последний. Если никакой роли не играет, зачем это писать? И дальше он никогда не облокачивался. Зачем? Перед нами там старушка согнулась с Серафима Гавриловна. 89 лет. Возраст. Ни разу никто не видел ее сидящей. А ты посмотри, где она работала, на стройке. Что она перетаскала. Ну, живые люди перед нами. Живые, говорится, святые, как о Марии Торезе говорили, калькутской. Ну, подража только пришел, хлобыст. На поле как трактор работает на картошке. Как в храм пришла, отдыхать пришла, завернулась и сидит, клюет носом. Стыдобушка одна. Ты напрягись весь, эту молитву не слышит Господь. Батюшка один говорит, на поле были, просили дождя. А бабушка подошла и сказала, батюшка, а дождя не будет. Почему вы не искренне молились? И все. Дождя выпросить не можем, остановить его не можем. Вот услышал один раз, если я в храме крутиться не буду, подходить к иконам буду правильно. И все, на этом кончено. Мы докажем любому сектанту, что иконы не идолы. Но я не могу доказать ему, что им надо поклоняться и целовать. Этого нигде нет. Я говорю, у нас так принято. Если оказал честь в таком виде, как первообразно, так сказал нам 7-й Вселенский Собор. Все. Я ему никогда не доказываю, я это недоказуемо. И сегодня, если баптисты пришли бы, ну, все, я разговариваю там с их, с синодом, мы согласны принять. Но иконы сталовать мы никак не приучены. Ну, можно же сбавить маленько. Мы на этих иконах потеряли 2 миллиарда людей, мусульман. Это у них главное, что мешает. Ни шагу не уступают. Уперся. Все. Какие должности, какие патриархи. Когда Павел говорит, для всех сделал совсем. И одна цель, чтобы приобрести, по крайней мере, некоторых. Для иудеев был, как иудей. И дали перечислять, с кем встречался. Умел подражать. Зачем? Не замануть, а открыть истину. Есть люди, которые едят овощи, другие мясо. Он их примеряет. А кто немощный? Немощный, кто овощи ест, не хочет мяса. Но ты не соблазняй его. Я вот узнал, я просто про себя скажу, что я узнал, что не едят там свинину где-то. Я один раз это услышал. У них был там. Я, ну сколько там, 40 лет назад. Я сказал, кончено. И больше никакого мяса, ни куриного, никакого, ни голубиного в рот больше не взял. Я не умер. Почему ты боишься-то? Свиню жует срамотадно. Знаешь, что есть мусульмане, которые нас иноедами называют. Да и справедливо. У нас в армии свиней держали, ну и давали там, чтобы не умирали. Их заставляли насильно. Он подает, а так руку подставит. А ему шмот этот сало положит. Он так отойдет, бросил. Сугроб упал, а русская свинья хватает его. Вот, русский все сожрет. Ну ради того, что столько мусульман не едят, противится. Ну отступись от этого. Хотя немножко где-то. Ущеми себя. Ну нельзя жить так и нигде ни в чем себя не укорить. Первая, первая степень, наипервейшая ступень отвергнись себя. Это самое трудное. Я за Христом иду, не пойдешь, две ступеньки пропустил. Отвергнись себя, возьми крест, тогда следуй за ним. А чтобы отвергнуться себя, себя надо узнать. Себя, свое я, из чего ты состоишь. Твои навыки тебя учили, где-то в семинарии, академии. Ты посмотри, что Бог говорит. Мне один писал, я семинарию закончил. Ну вот, на приход идти, священникам, или в академию. Что посоветую? Я говорю, конечно, в академию. А почему? На четыре года позже ты будешь портить старушек. Четыре года пока учатся, они тебе не дозятят. Ну, пока ты не священник, по крайней мере, на четыре года позже творить беззаконие будешь. Учатся в семинарии, с девушкой познакомился, пошел в ресторан. Сам пишет, рассказывает. Ну, случилась там драка. Ну, я ударил не сильно, правда, щель сломал. Ну, милиция там, я спрятался между котлами. Завтра его буду только полагать. Кого слушаете? Ты посмотри. Батюшка, он в семинарии учили заочно, где приходят вещи, пойдем по бабам. Ни срамы не понимают, ни стыда, ничего нет. Ты маленько глянь, определи и доверься Богу. Я не говорю исследовать его жизнь, но когда наяву, прямо, о чем говорит Андрей Кураев. Ну, нельзя таким быть, чтобы совершенно не видеть еще. Почему в семье наблюдаем за коровой, за теленком? Ты пошел, поклонился, а здесь не так. Благодарю тебя, Господи. Здесь по-другому все. Священник ни в чем не замешан. Сохрани его, Господи. Чем выше поднимаешь человека, тем больше его видно, какие у него ботинки. Когда он внизу стоит, что там? Видно, во что он одет. Человек, который на пьедестале и высоко стоит, он всеми обозревается и судится. Любой пятышко видно. А если вот такая она сидит, то ее даже и не видно, напрягнулась. Какая она? Вот я пришел только. У меня тут отрок один с домом бороться здесь. Выйди. Ты знал, что это нельзя делать? Да. Зачем это делал? У нас везде здесь углы, скамейки. Ты ударился, тебя нету. У тебя лишняя энергия. Ты дохлый на работе. Полностью лишаешься ужина. До завтрашнего обеда. И будешь стоять напротив стола. Ты мне сегодня уже третий раз достаешь. Из одной семьи. Два разные. Почему? Я причину знаю. Ты в церкви стоишь совершенно безразличный. Ты не молишься. И поэтому у тебя такие дела. Ты вообще не видишь, не чувствуешь. Там где-то, там попался, поймали, что-то взял чужое. Тут еще одно. У тебя за тобой преступление тоже по взрослому тебя судить надо. И ты член общины нашей. Здесь родился, здесь крестился. Почему? Домашние условия. Становись. Не перелазь через грань. Все благополучно? Да. Ну я специально вас задержал. Потому что там, говорят, пока что приготовили где-то. Завтра мы пойдем, если Господь благословит. Я не знаю, на сколько, на сто процентов ли они сделали это или нет. Попутно, Ваня, я на тебя увидел. Ты чего, Англандыч, там в храме стоишь? Я? Ваня, я сзади стоял. Ты не просто обернулся. Ты вот разворачиваешься. Кого ты ищешь там? Девчата впереди стоят. Кого там? Одни старухи сзади-то. Постоял маленько опять. Опять видно. Идет служба. Зачем? Ты же знаешь прекрасно, что я накажу тебя. А наказание простое. Вон где-то кратили палочки и стой с ней полчаса. Чтоб я не повернул голову. А за тобой другие наблюдают. Повернул голову, бегом назад и обратно. Все пропало. Начинай по-новому. Ты у меня как в Шелкову будешь ходить. Тебе уже уезжать завтра. Я тебе сказал. Ободрись. Потому что жизнь закладывается здесь. Напоминаю одну излюбленную мной фразу. Лев Николаевич Толстой говорит. 80 лет. А он чего достиг-то? Крупнейший писатель мира. И говорит. Все, что во мне есть, половину этого я получил до 4-летнего возраста. Нам это непонятно? Это упущен, это запущенная уже пашня. Ее надо сегодня уже не полоть, а выжигать. А кого выжигать-то, когда родители такие? Если ты идешь и спасаешься, а дети не придут на небо, очень-очень-очень сомнительно, что ты спасешься. Самый строгий спрос будет. Почему Давид говорит, вот я и дети мои, которых дал мне Господь, не жена мужу подарил, а Господь мне дал. У каждой мусульманки лозунг, я должна подарить Аллаху 5 сыновей, а дочери считаются. А у нас одного и вокруг него пляшут. А как, чтобы таким не было? Говорит, больше рожать надо. Когда в семье 10-12, тебе не до этого будет, чтобы вокруг одного плясать, все время за руку его держать. Платочки. За стол. У кого нету, выходи сюда. Подойдите ко мне, у кого нету, умница моя. У кого платочка нет, подойдите. Сейчас побежите. Все, беги. Кто поможет? Одного нельзя отпускать за платочку. Я сбегу. Давайте. Вот, молодцы. Все, беги. Я сбегу. Я сбегу. Я сбегу. Без тебя. Я сбегу. Да. Я сбегу. Да. Да. Без тебя, нет. Нет. Продолжение следует...